А хочу необычно начать. Сегодня 10-е. Как ты понимаешь, 40 лет назад Леонид Ильич, дорогой, умер. Вот как твое отношение к Леониду Ильичу личное и вообще как ты оцениваешь ту эпоху и в сравнении еще с эпохой Путина? Потому что я когда сравнил эпоху Брежнева с путинской, имея в виду, что она была превосходна по отношению к нынешней, Макаревич мне сказал, причем в эфире, что я плохо понимаю. Но я думаю, что Макаревич сейчас, Андрей, я имею в виду, тоже стал лучше понимать, что Путин хуже Брежнева 100%. Смотри, ну, во-первых, я прожил значительную часть своей жизни именно при Брежневе. То есть, ну вот считай, в 82-м году, когда он после ноябрьских праздников умер, да, он стоял на трибуне, я очень хорошо помню, там все обсуждали потом, что он простудился и там усугубились его заболевания. Факт один, пережил второй. Мне было почти, ну, 11 лет мне было. 11 лет, но я очень хорошо помню этот период, я учился в школе, в деталях и так далее. Честно говоря, тогда я абсолютно безразлично относился к смерти вождей, они подряд потом пошли за ним. Значит, умер Андропов, потом Черненко, а в этот период, мало кто помнит, умирали все там, и помирали и Устиновы, помирали и Сусловы, и много кто. Они очень престарелые люди были, не случайно этот период назван был геронтократическим, потому что, ну, действительно, они, многие были за 70 лет так сильно. Тогда там жили долго, но номенклатуры все-таки не те времена были, разная у них бурная жизнь была. Поскольку сам-то я, в общем, как ты понимаешь, всегда был антисоветски настроенным человеком, и в семье у меня, там, отец особенно был так. Ну, в общем, бездобрение, мягко говоря, скажем, да, наоборот, даже враждебно. То, конечно, смерть вождей, она не производила того впечатления, что, ну, вроде как, не был он и сатрапом каким-то, поэтому и, ну, умер, умер. Что еще? Потом, я помню, мы шли там в связи с его смертью, там у нас в Самаре, тогда была улица Куйбышева, были выставлены его фотографии. Да, потому что он же все-таки воевал, человек-то был военный, и вот Второй мировой войны он на малой земле, несмотря на то, что все подсмеливались на его книгами. В старости он был ужасно выглядел, дал себе пять героев. Но все-таки как человека его почему-то действительно воспринимали как доброго дедушка. Я думаю, что это не соответствует действительности, но ощущение и это осталось. Вот про Путина так никогда не скажут. То есть, вот, казалось бы, там тоже была затеяна война в Афганистане, там в конце 79-го и все остальное. Очень похоже на период такого полураспада, такого уже внешнего, к которому все стремится, и смерть генсека, она уже не остановила бы процесс, естественно, и вряд ли были шансы какие-то. Но, в целом, в чем-то похожи эти эпохи, а в чем-то все-таки есть существенная разница. Потому что тогда, несмотря на привилегии, номенклатуру, спецпайки и все остальное, но все-таки какая-то имитация идейности была. То есть, все-таки от человека требовали соответствовать кодексу строителей. Коммунизм, там были пионерия, комсомол, как-то все-таки хоть какую-то моральную начало должно было присутствовать. Вот скажите мне сейчас, я риторически говорю, хоть какое-нибудь моральное начало в том, что делает власть, за ними, за всеми, хоть есть, хоть минимум. Я вот говорю, вот ничтожное прям. Вот не то, чтобы там какой-то значимая вещь, что вызвало бы хоть каплю какого-то оправдания или уважения. Хоть что-нибудь. Напротив, самое аморальное наверху. Самое. Так, а там даже это поставлено, как тогда был кодекс строителей коммунизма, хотя понятно, что все это было туфта, но сейчас, наоборот, кодекс криминального представителя власти. Вот главное, так сказать, воровать, извращенными быть предельно. Вот если ты не извращен, тебя туда не возьмут, понимаешь? Там любой ЛГБТ отдыхает, они подбегают с блокнотиками, расскажите, как вы это делаете, понимаешь? Потому что то, что там творится, этот Содом и Гамора, это точно. Ну, вот представить себе Брежнева, который, значит, предаётся сваленному греху, наверное, сложно вообще. Нет таких, за ним не водилось. А вот почему про нынешних охотно веришь? Ты знаешь, охотно веришь. Вот. То, что они довели вот этот процесс сословного расслоения, богатства за счёт подневольного народа до пределов невероятных, самых диких. Никакой капитализм никогда не знал такой степени угнетения. Это факт. В этом смысле, конечно, никакой коммунизм не сравнится с нынешним путинизмом. Вот вообще никакой. Потому что, если там всё было подчинено силе государства, я противник этого, то сейчас подчинено группе людей, объявивших себя государством в частных интересах в угоду их сладострасти, гедонизма, измывательства и извращённого отношения к жизни. Именно так. То есть, сейчас они по существу приносят коллективные жертвоприношения в виде вот этих мобилизованных. Я не сочувствую, потому что чаще всего вот то, что я вижу, мобилизованных по преимуществу дурак. Там есть, конечно, и люди, которых, если это можно пожалеть, они и нехоти идут, и не желают, и всё. Но основная масса – это пьющий, это безумствующий, не задумывающий ни о своей, ни о чужой жизни, средний русский человек. Ну, какие-то избежали, какие-то правильные люди уехали за границу, эвакуировались и так далее. Но вот то, что мы видим, это люди, которых, в общем, жалеть не о чем. Они сами выбирают все судьбы, несмотря на принуждение, с которым их посылать. Но я возвращаюсь к тому, что вот это коллективное жертвоприношение, вот этому молуху приносится жертва в виде этих сейчас 300 тысяч до этого, 200 тысяч воевалок, говорят, до 70 тысяч уже погибших. Это, безусловно, некий символический ритуал, кто бы что ни говорил. Что в этом надо увидеть и некую, ну, как сказать, оккультную сторону, безусловно. Это продолжение их извращенного отношения к жизни. Вот они настолько циничны, что они отвод от Херсона, ты видел, как говорят? Это мы, говорит, бережем людей. А что вы тех не бережете, которые погибли, собаки доедают, там, свиньи жрут, трупы лежат солдаты. Вы не хотите и поездами останки солдат забрать? Отказываются они, я это знаю. Мы их не будем брать. Почему отказываются? Ну, потому что надо же это генетический экспертиз брать, подтверждать, что они погибли. Масса людей узнает, что они не пропавшие безуси, не где-то исчезнущие, а погибшие. Нужно будет деньги выплачивать. Ну, понятно, почему. Не надо нам этих трупов. Да? Ну, сгинули и сгинули. А где кто? Пади ищи разбери. То есть, в этом смысле, конечно, в сравнении с эпохой Брежнева, они не то уж проигрывают, а их просто вешать их надо. Потому что, и я думаю, даже какой бы Брежнев старый тупик не был, он бы их всех повесил, всех бы расстрелял. Понимаешь? За такое. Несмотря на то, что, ну, как бы, понятно, коммунистическая система не карамелька. Но мы как бы познаем сравнение. Мы прибегаем к сравнительному методу. Поэтому я, конечно, не сожалею и не радуюсь по поводу годовщины смерти Брежнева. Но понимаю, что куда Россия зашла, в какой страшный тупик. Ещё больше. Прямо так. Ну, да. Тогда был выход, а сейчас его практически нет. То есть, по крайней мере, бесполезного выхода нет уже. Нет. Без кровавого, некровавого выхода уже нет. Всё-таки ты прав в том, что действительно из коммунизма вышли, ну, по минимуму. По минимуму крови, потому что никакой большой масштабной гражданской войны не случилось. Были на окраинах колониальные войны и в Закавказье, и в разных других местах. Но в целом, конечно, ты прав. Это, в общем, безболезненный выход был. Обрушение советской системы, Советского Союза, коммунистической власти. Ну, и, в общем, появление некого нового пространства, которое оказалось банкротным. Теперь мы это понимаем. Банкротным абсолютно. Ну, и то, что мы наблюдаем сейчас, это, конечно, ситуация, которая чревата очень большой кровью. Гигантской кровью на пространстве нашей души и Родины, так сказать, в прошлом. Редактор субтитров А.Семкин